И вы просто посмотрите на размеры этого босса, офигеть! Он в два раза больше меня! Блин, смотрите, вот-вот, давай-давай, ну смотри! Капец, чуть-чуть не хватило, ты серьёзно? Приветствую всех! С вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Hungry Shark World. И я знаю, что вы её очень-очень сильно ждали, многие её просили, и поэтому я теперь вас прошу, обязательно поставьте лайк, потому что игрушечка реально достойна этого. Ну что же, а сегодня мы будем выживать и играть за вот такую радиоактивную акулу. Я уже навесил на неё вот такой прикольный скин, ну и давайте приступать играть. Ну и сегодня в этой серии мы будем выживать на карте Китайского моря. Тут у нас вообще имеется босс, радиоактивная акула. На самом деле, я только сейчас о нём узнаю, хотя он уже очень и очень даже давно здесь имеется. Ну а также, я думаю, мы ещё соберём слово Hungry, потому что мы его не собирали уже, наверное, точно больше полугода. Ну и в итоге, я думаю, повыживаем вообще на славу. И, кстати, где находится всё-таки этот радиоактивный босс? Кто не знает, друзья, он находится здесь, вот в этих трубах, и где у нас располагается буковка R, именно в этом помещении как раз-таки и располагается эта акулка. Давайте тогда сейчас мы к ней будем непосредственно потихонечку подходить. Как раз-таки, я думаю, ещё по дорожке мы будем искать буковки. Вот смотрите, одну я уже нашёл, кстати, вторая прям подо мной, это буковка U. Хорошо, вот как раз-таки ты у нас здесь, всё замечательно. Две буковки у нас уже собрано, хорошо. И третья у нас располагается здесь, буковка Y. Ну что же, давайте мы тогда будем идти непосредственно к ней. Тут нам где-то надо разбить вот такую ограду. Так, замечательно. И смотрите, голод нас одолевает. И, кстати, друзья, чем мне не нравится Китайское море? Тем, что тут очень-очень мало еды. Вот везде вот такие какие-то экзотические рыбёшечки. А кого-то крупненького тут очень тяжело найти. Так, ну что же, мы в итоге тогда разбиваем трубу. Выплываем вот на данную локацию. Тут, кстати, у нас даже человечек есть. Не знаю, что он тут делает. Как по мне, тут вообще вода радиоактивная. В таком море нельзя купаться. Потому что вы сами видите, что тут просто везде мусор, везде какие-то радиоактивные рыбы. И людишечки, ну, реально в зоне риска. Так, ну что же, давайте посмотрим по карте, где мы уже. А смотрите, мы уже очень даже близки. Давайте мы тогда, наверное, всё-таки попадём вот через вот этот главный вход, который у нас по центру находится. Почему? А потому что тут у нас буковка Н есть. Поэтому мы разгоняемся. Давай-давай-давай до конца-до конца, акулка. И в итоге запрыгиваем вот на эту гавань. А, смотрите, фальстарт я сделал, да? Чуть-чуть рановато всё-таки запрыгнул. Но в итоге всё. Теперь мы бежим вот так. Смотрите, как прикольно бежит наш акул. Это вообще полный угар какой-то. Ну ладно. В итоге мы приходим вот как раз-таки вот в этот мифический вход. Кстати, ящичек. Отличненько. Монеточки. Тысяча. Неплохо. Ну и в итоге заходим, друзья. Тут у нас, кстати, даже течение идёт вверх. То есть нам труба даже подсказывает. Не иди сюда. И смотрите тут, какие крокодилы у нас располагаются. Офигеть. Я даже их мочу не с первого раза. И даже не со второго. Офигеть. А как мне у вас интересно слопать-то. Третий раз. И в итоге крокодильчик у нас готов. Да. Очень жёстко. Очень жёстко. И что же. Смотрите. У нас тут, кстати, имеется вот такая штучка. Давайте мы зарядимся от неё. Я помню, когда только узнал, что можно эту акулу заряжать от вот этих химикатов. Я вообще, друзья, офигел. Думаю, ничего себе. Вот это имбово как. И давайте, кстати, посмотрим, насколько быстро мы сможем зафигачить вот этого крокодила, когда мы под этой штукой. И, в принципе, ничего, друзья, не изменилось. Также он фигачится с третьего раза, как и без вот этой подзарядки от вот этих химикатов. Ладно, кушаем тогда сейчас потихонечку крокодильчиков. Ну и тем самым временем уже подбираемся к нашей буковке. И, кстати, стоп, я забыл взять эту букву. Букву Н. Ну ладно, на обратном пути я вот так возьму и просто со всей скорости выпрыгну вверх и возьму эту заветную буковку Н. И, кстати, мы уже реально очень близки к нашему боссу. Поэтому подготавливаемся к нему. Кстати, золотая лихорадка. Очень было бы классно, на самом деле, его зафигачить именно при золотой лихорадке. Я думаю, это была бы вообще халява. И смотрите, ё-моё, мы проплыли, мы проплыли босса. Давайте быстрее, быстрее к нему. Так, ух ты, ё-моё, фига себе он как защищён. Вы это видите, друзья? Две мины, причём самых огромных. И как раз таки я на них наткнулся. Ну ладно, ничего страшного. Мы потихонечку вот так вплываем сюда. И вы просто посмотрите на размеры этого босса. Офигеть, он в два раза больше меня. Несмотря на то, что он такая же радиоактивная акула, как и я. Ну что ж, давайте подзарядимся тогда вот этими ядохимикатами. Благо то, что у него их тут очень-очень много. Ну и в итоге давайте в бой. Фигачим нашего вот этого босса. Кстати, уже третий укус я ему делаю. Ему вообще всё равно. Он даже, ну, не пытается мне что-то, кстати, сделать. Как мне тогда тебя победить? Уже пятый укус я ему делаю. И вообще, друзья, он просто непобедимый. Как же тебя победить, да? Может быть, это последний удар? Да, друзья, всё, отлично. Мы победили вот этого огромного радиоактивного босса. И в итоге с него мы получили аж целых 20 тысяч очков. Ну и слушайте, я думаю, это довольно-таки неплохой результат. Неплохое количество очков, которые нам выдала игра. Ну а теперь я делаю ускорялку. Только единственное, мне надо выбраться на самое прямое место. Это у нас будет здесь. Да, на отличник. Давайте тогда сейчас мы будем идти. Я не буду сейчас зацикливаться прям сильно на этих крокодичках, потому что они мне особо сейчас не доставляют каких-либо там проблем. Да и просто мне их есть не хочется, потому что слишком долго мы их кушаем, теряем время. А нам надо вот так ускоряться. Давай, 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 до конца, до конца. О, смотрите, мы даже лодку пробили. И буковка Н. Серьёзно, вы это видели, ребят? Просто совсем чуть-чуть мне не хватило, чтобы я до неё достал. Ладно, делаем попытку номер 2. Хорошо, что у меня ускорялка очень хорошая. Так, и в итоге ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. И... Блин, серьёзно? А почему он у меня не достаёт? Как же мне достать до этой буковки Н? И смотрите, друзья, я сейчас специально сделаю подзарядку. В итоге мы ещё ускоряемся. И... Давай, давай, давай. Есть, всё, друзья, отлично. Мы вылетели очень хорошо. И в итоге буковка Н взята. Осталось нам найти последнюю буковку, самую первую, то есть буковку H. Давайте посмотрим по карте, где же тогда она у нас находится. Точно, мне кажется, не в левой части карты, потому что... Ну, тут, как вы видите, вообще всё пусто. И давайте тогда потихонечку смотреть на правую часть. И тут у нас ничего нету. А, смотрите, она посередине карты. Кстати, опять-таки сверху. Опять нам придётся выпрыгивать вверх и пытаться поймать её в полёте. Ну ладно, я думаю, мы справимся с этим недугом. И потихонечку тогда сейчас плывём на нашу буковку последнюю. Я уже реально отвык от слова «хангри». Я уже забыл даже какой там эффект. Ну, я помню то, что акула как бы становится большой, а насколько он продуктивный. Но сейчас мы с вами это обязательно выясним. И, кстати, если обратить внимание, у нас имеется всего лишь 204 тысячи очков. Посмотрите, просто я сейчас был зациклен именно на боссе, поэтому очки у нас не прибавляются. А если бы у нас сейчас было бы сравнение акул, то я бы, естественно, фигачил тут всех и вся. Поэтому, я думаю, у нас было бы больше, естественно, очков. Ну и плюс мы сейчас играем всё-таки на Китайском море. А как вы помните, в начале ролика я говорил, что тут очень и очень мало каких-либо больших рыбёшек. Ну хотя, смотрите, хоп, и я сейчас попал на большое количество вот этих китовых акул. Их тут было 4 штуки, офигеть. Я впервые тоже, кстати, вот эту замечал локацию, где очень-очень много китовых акул. Вот, даже пятую китовую акулу съел. Ничего себе, откуда вы здесь появились? Как и холодики, холодики. Мне хотел бы ещё вот этого слопать. И, к сожалению, при золотой лихорадке я его не успел слопать. А так бы получил бы максимальное количество очков. Так, ну что же, смотрите, я, как всегда, переплыл буковку. Опять я проварганил её. Ну ладно, мы и так возвращаемся. Но надо сначала, естественно, зафигачить вот эту субмарину из фильма Мэг. И смотрите, в чём проблема. У меня уже восстанавливалка, ну, раза 4 использована. Я боюсь то, что потом мне просто не дадут уже восстановиться. Смотрите, какая хитрая вот эта подводная субмарина. Она не даёт мне просто подобраться именно к головной части. Ладно, окей, мы тогда сейчас приплывём, тогда, когда у нас будет активировано слово Хангри. И в итоге этой субмарине просто не поздоровится. Так, ну что же, а мы тогда выпрыгиваем, опять-таки, на буковку H. По сути, мы прям над ней. Да, чуть-чуть надо правее прийти. И давайте тогда сейчас мы вот так с ускорялочки начинаем прыгать. И смотрите, а в чём загвозочка? Опять нам не хватает скорости. Может быть, нам надо подзарядиться? Эй, тут есть какие-нибудь химикаты? И опять, и опять восстанавливалка. Я боюсь, что у меня реально сейчас уже просто тупо не хватит восстанавливалки. И мы прекратим наше уживание. А я так хочу собрать слово Хангри. Блин, буду надеяться, что всё получится. Ладно, ускоряемся, ускоряемся со всей дури. И давай, давай, давай. Ну где же, где же буковка? А, стоп, надо было чуть-чуть правее. Так, ну ладно, начинаю отсюда ускорение наше. И давай, давай, давай. Блин, смотрите, вот, вот, давай, давай. Ну смотри, капец, чуть-чуть не хватило. Ты серьёзно? Акулка, ну что с тобой не так? Почему ты не можешь вообще миллиметр просто достать, чтобы всё-таки активировать наше заветное слово Хангри? Эх, ладно, пробуем ещё разок. Так, ускорялка, ускорялка со всей дури. И-и-и-и-и. Опять, смотрите, ну это издевательство какое-то. Почему, почему так? Ой, ребята, сколько я уже раз попробовал допрыгнуть до этой буковки, но никак у меня не получается. Я всё-таки думаю, что надо где-то подзарядиться, но я не вижу нигде вот этих дурацких контейнеров. Вот когда они нужны, их нету. А когда они не нужны, их вообще тут целая куча. Блин, вот где же мне найти этот дурацкий контейнер? Либо же просто забить. Я не знаю, друзья, буду пытаться до конца. Только знаете, в чём загвоздка? То, что нам осталось буквально ещё две устанавливалки, и всё, у нас в итоге не будет её. И это, конечно, очень и очень плохо. Так, ну ладно, всё, ускорялка, ускорялка со всей дури, и опять-таки, смотрите, друзья, просто нам не хватает совсем чуть-чуть, чтобы мы добрались до этой дурацкой буковки H. И в итоге я активировал последнюю устанавливалку, которая у нас стоит 10 монеточек. Это значит то, что больше у нас не будет возможности восстановиться. Ладно, давайте попробуем сделать по-другому. Мы сейчас попробуем активировать золотую лихорадку. Может быть, всё-таки на ней у нас получится достать до слова «хангри» и... Серьёзно? Бабах? Блин, ну вы просто, друзья, посмотрите, как обидно. Одной буковки нам не хватило, чтобы активировать слово «хангри». Но это повод для того, чтобы в следующем ролике мы обязательно собрали эти зловещие буквы, и всё это слово целиком. Ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать наше выживание за радиоактивную акулу. Вот так мы посражались с боссами, вот так мы практически собрали слово «хангри». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!